Башкирия должна ежегодно заготавливать 9,5 миллионов кубометров древесины. Однако в прошлом году эта норма выполнена на треть. Министр лесного хозяйства республики говорит, что неполное освоение ресурсов приводит к старению деревьев. Получить из них качественную древесину уже не получится. То есть каждое дерево имеет свой возраст. Есть молодняки, есть средневозрастные, есть приспевающие, есть спелые, которые как раз в определенный промежуток времени должны вырубаться для получения качественной, хорошей древесины. А есть перестойные, которые уже больные, фаутные и так далее, которые уже несут и пожарную опасность, и санитарную опасность. Вот у нас 70% территории республики занято именно такими спелыми перестойными лесами. Именно поэтому нужно в промышленном масштабе организовать заготовку и переработку низкосортной древесины, чтобы омолодить леса и высадить более ценные сорта деревьев. Напряженной остается ситуация с пожарами. В этом году сгорело уже 95 гектаров леса. Сегодня мы имеем 13 пожаров. Основная причина – сельхозпалы. Люди жгут сухую траву и переходят в лес. Чтобы научить людей бережно относиться к зеленым насаждениям, в Башкирии запущен месячник по посадке лесов. Он стартовал 20 апреля и продлится до 20 мая. В лесном фонде для посадки подготовлено 120 участков общей площадью более 400 гектаров. Мы там планируем высадить порядка миллиона 600 саженцев. Сейчас лесхозы республики ведут подготовку к акции «Зеленая Башкирия». Она пройдет 27 апреля во всех городах и районах. Принять участие в посадке деревьев может любой желающий. По предварительным расчетам, Минлесхоза на одном гектаре будет задействовано от 70 до 100 человек. С нас посадочный материал, с нас инструментарий. Значит, так называемый мечи Колесова, такой инструмент для посадки саженцев, сеянцев, ведра и так далее, и так далее. Ну, праздничное настроение, чаепитие. Для удобства Минлесхоз разработал интерактивную карту. Найти ее можно по адресу посадкалеса.рб.рф. Здесь указаны площадки для посадки саженцев и контакты ответственных по зонам. Каждый желающий может посмотреть, подобрать себе участок, и навигация на этой карте также имеется, может доехать до конкретного участка, который его заинтересовал. Для волонтеров мы подобрали еще порядка 13 участков, которые, в принципе, туда доехать может каждый желающий. Если есть желание внести свое лепто в озеленение Башкирии, но нет возможности добраться до места высадки саженцев, будет организован трансфер. Главное предупредить Минлесхоз. 27 числа у нас автобусы уезжают от Аграрного, то есть порядка 100 человек. Мы организовали выезд в Игленово, волонтеров, две газели мы договорились, они выезжают. По районам, в принципе, с администрациями отрабатывали, тоже места сбора как бы определены. У тех, кто не сможет помочь зеленому фонду Башкирии в эту субботу, будет шанс принять участие в других акциях по восстановлению лесов. Например, в акциях «Дерево жизни», «Лес памяти» и посадки олей к столетию Башкирии. Рустам Нурешев, Городской телеканал ЮТВ.